Мешает реклама? Нажмите крестик. Здравствуйте, мои дорогие и хорошие подписчики и слушатели моего канала. С вами Антон, на канале Антон Приланс. Я хочу сегодня вам рассказать немножко о себе. Сейчас, кстати, пробую треногу, тут будет более-менее стабильная запись. Надеюсь, микрофон здесь работает на телефоне хорошо и меня будет слышать замечательно. Вот такое вот пробное видео, хочу рассказать о себе. Я живу в Таиланде, в Аттайе, в Бангкоке. Иногда путешествую, выезжаю на острова, потому что иногда надоедает эта городская суета, хочется уединения, хочется природы. Так что я люблю медитировать, заниматься йогой. Так что иногда выезжаю, путешествую в Таиланду с друзьями, чтобы веселее было. Так что мне уже 38 лет. В Таиланде я живу уже четвертый год. Ну, иногда я выезжал, конечно, на Минфелепину, в Лаос, в Самбоджио, в Вьетнам. Вот так вот, ненадолго, на пару недель, на месяц. Иногда за визой выезжаешь, иногда просто отдыхать, посмотреть новые места. Так что так вот. Вот, ну, о чем вам хочу рассказать. Ну, давайте я вам расскажу вообще, как я тут живу. Вообще, потому что многим интересно, как вот переехать на постоянное место жительства, в какие-то южные теплые страны. Вот, ну, как говорится, вырваться из матрицы, из этой саниты. Вот, когда с утра целыми днями работа, вечером отдых, еда, телевизор. Вот, и, собственно говоря, вот живешь как батарейка. Ну, что об этом говорить, уже много об этом рассказывали. Вот, так что, если кому интересно, я думаю, тот дослушает это видео до конца. Вот, я постараюсь в этом видео вкратце рассказать, вот, как, я думаю, можно переехать, например, в Таиланд. Хотя можно также переехать и в Камбоджу. Там тоже много живут русских, работают постоянно. Там даже легче устроиться на работу и бизнес его открыть. Так как там все дешевле и, как говорится, за все там можно где-то закупить. В Таиланде все-таки король запретил очень многие профессии туристам, которые здесь живут. Вот, или хотят свой бизнес открыть. Вот, то есть, если открывать свой бизнес в Таиланде, нужно обязательно, чтобы у вас в персонале было где-то три-четыре человека. Тай, ну, местных. Тайки или тайцы. Вот. И бизнес должен быть оформлен не только на иностранцев, но и в доле с местным жителем. Вот. Это не очень удобно, потому что бывают люди ссорятся, расходятся. Вот. И получается, бизнес можно полностью потерять. Вот. Вот. Но я об этом не так хорошо знаю, так как я здесь никогда свой бизнес не открывал. Вот. Я в основном здесь занимаюсь такой работой, как фриланс. Вот. То есть, мне больше устраивает такая работа, потому что я, как говорится, подчиняюсь самому себе. Там строю свой график работы, как мне нравится. Вот. Есть сегодня работа клиенту, есть желание, как говорится, заработать. Деньги мне нужны какие-то наши. Вот. Вот. Я усиленно работаю. Нету этого я занимаюсь, как говорится, своей эволюцией, своего тела, души, разума, как говорится, иду к просветлению. Вот. Потому что, мне кажется, для меня, по крайней мере, Таиланд, особенно в особенности Паттайя, острова Качанг, Касичанг, Каланг, вот. Очень хорошая там атмосфера и очень удобное место для занятий йогой, осмыслением своей жизни, своего бытия, вот. И, как говорится, медитацией. Вот. Ну, чем я занимаюсь здесь? Я занимаюсь, как говорится, перечислю основные направления, хотя бывает что-то другое еще. Вот. Ну, самое первое, это я делаю массаж. Мне нравится делать массаж. Я еще в России занимался массажем около трех лет. Вот. И здесь уже четвертый год я выучил тайский массаж, традиционный, и с маслом, и массаж ног, и лица. Вот. Меня нашел очень хорошую учительницу Тайку. Она меня обучила этому мастерству. Получил я диплом на тайском и на английском языке. Вот. И я могу, в принципе, и преподавать, вот, и могу работать. Вот. Ну, поскольку работать здесь в Таиланде официально нельзя, нужно иметь разрешение на работу, эту трудовую визу для иностранцев. Она достаточно дорога, вот. И поэтому не все компании хотят, говорится, давать эту визу, потому что это им невыгодно. Вот. Поэтому многие, кто и работает из иностранцев, которые здесь постоянно живут, работают нелегально. Вот. Кто-то прикрывает, а кто-то, как говорится, на свой страх в леске работы. Они могут и прикрыть, и выгнать из Таиланда. И, как говорится, бывали такие случаи. Вот. Вот. Ну, как говорится, всегда можно договориться. Я думаю, это как в любой стране. Говорится, надо уметь договориться. Вот. Массажем я занимаюсь. Вот. Делаю я массаж свой. У меня почти такая своя методика, так как я совместил русскую и тайскую методику вместе. Да и, в принципе, люди все разные. К каждому свой подход. Вот. Кому нужно пожестче, кому нужно помягче. Вот. Кто хочет там люди тайский массаж, кто хочет с маслом массаж. То есть, в принципе, каждому индивидуальный подход. Вот. Ну, массажи, поскольку я не могу работать в салоне, то есть, я делаю массаж с функциональными. То есть, делаю там массаж и получаю за это денежки. Вот. Потом я занимаюсь еще визами в Таиланд. Вот. Визами долгосрочными. Вот. Основные визы, это вот студенческие берут визы на полгода и на год. Вот. И туристические визы на три месяца. Вот. Ну, и есть пенсионные визы. Кому уже 50 и больше, могут себе оформить пенсионную визу. Вот. Тоже достаточно выгодно те, кто достаточно долго уже живет в Таиланде. Вот. И те, кто проезжает только жить, конечно, можно сначала делать туристические визы. Но туристические визы подряд не могут очень много давать. Дают, говорят, до 4-5 раз. И в любом случае дальше те, кто продолжает жить приходят на студенческие визы. Вот. А студенческую визу тоже нельзя многократно, постоянно получать. Тоже есть свой срок. На каждый язык дается по 3 года. Вот. То есть можно, в принципе, из 6 до 8 лет подряд на разных языках получать студенческую визу. Вот. Ну, а потом уже либо опять туристическую. И там, я думаю, уже паспорт будет новый. Можно поменять. Вот. И... Либо, если возраст позволяет, можно пенсионную визу оформить. Вот. Если вам, кстати, интересно визы, вы можете ко мне обратиться, написать. Если вам интересно, сколько они стоят. Вот. Кстати, если вы поищите на моем канале, есть, я записывал видео отдельно по этим визам. В особенности по студенческим, потому что чаще ее спрашивают. Вот. Можете набрать вроде студенческая виза, что-то такое, типа виза такое. Ну, вот. Ну, далее, занимаюсь я еще, работаю моделью. Потому что здесь вот, что хорошо, что в Бангкоке приезжает очень много разных телекомпаний, разных продюсеров. Снимают и сами тайцы фильмы, сериалы снимают, и иностранные компании приезжают, снимают там сериалы или полуметражные фильмы. Вот. Также очень много здесь проходит всяких кастингов на отборы моделей. фото-всякие съемки или там всякие вечеринки, сопровождение, экспорт, там, или просто для каких-то журналов там. Ну, на самом деле, работы очень здесь много. Вот. Но тоже, так сказать, если ты желаешь в этой сфере работать, и ты хорошо выглядишь там, и, как говорится, есть энтузиазм, вот. Если, так говорится, внедрись в эту компанию, и он тебя будет постоянно приглашать, и гонорары будут постоянно повышаться. Так, в среднем зарабатывают за такие съемки, вот, массовки минимум получились. Дают за день работы полторы-пятеро-две тысячи бат. Ну, нажать на два, чтобы купить угля получиться. Вот. Потом, ну, и зарплата доходит до 30-40-50 тысяч бат в день. Звезды еще больше получают. Так что так вот, держайте. Вот. Я пробую, у меня так потихоньку получается, приглашают потихоньку. Вот. Вот. Если все пойдет, ну, как говорится, буду чаще ездить. В основном съемки проходят в Бангкоке. Вот. Бывают в Паттайи, на острова выезжают разные, по-разному. Вот. Вот. Что касается работы моделей. Ну, вот, в принципе, вот эти три направления, чем я занимаюсь. Вот. В принципе, работая в этих трех направлениях, мне хватает, чтобы жить здесь. Чтобы оплачивать визу, еду, бензин на байк. Вот. И так далее. Короче говоря, если вы желаете жить в Таиланде, то все в ваших руках. Все возможно. Вот. И не обязательно даже в Таиланде. Я думаю, в любой стране можно устроиться. Главное, как бы, свое желание очень хорошее. Ну, и желательно, конечно, лучше знать язык. Вот. Я сюда приехал. Я не очень хорошо английский знал. Вот. Получал студенческую визу. Ходил, изучал английский язык. Тренировался каждый день. Общался с тайцами на английском. С этими разными иностранцами. Вот. Сейчас я более-менее знаю английский язык. Ну, по крайней мере, я могу свободно разговаривать. Вот. Сейчас вот уже потихоньку изучаю тайский язык. Потому что и тайский язык нужно знать. Так как, так же и в этой работе, где я работаю, в массаже и в модельном бизнесе, если ты знаешь тайский язык, то тебя чаще будут приглашать. Потому что, как говорится, лучше коннект. Вот. Вот. Так что, вот так вот вкратце и рассказал, чем я занимаюсь в Таиланде, в Паттайе, в Бангкоке. Вот. По поводу личной жизни, я могу сказать, что девушки у меня нет. Вот. И за четыре года были романы, но ничего серьезного. Вот. Потому что, ну, мне кажется, все-таки, как говорится, русскому человеку или вообще иностранцу, с тайскими девушками тяжело вот до конца понимать друг друга. Вот. Потому что тебе это разный менталитет. Вот. Разная религия. Вот. Ну, просто все по-разному. И даже порой свои мысли ты до конца не можешь выразить. Вот. Потому что разные языки. Ну, девушки есть красивые тайки. Даже могу сказать, что очень бывают красивые. Есть. Вот. И умные есть. И всякие разные. Так что, ну, дружить вообще можно с удовольствием со всеми и вообще общаться. Вот. Что я и делаю. Вот. Потом, по поводу могу рассказать жилья в Таиланде. Ну, в принципе, жилье не так дорого, мне кажется. Вот. Несмотря на то, что был кризис. Вот. То есть, минимум цены на жилье. Вот. Если брать такую квартиру-студию, небольшой такой кондик. Самый так. Все по минимуму. Там мебель, перевизор, владельник. Вот. То есть, если вообще без кондиционера, потому что это не все любят, как я, то можно найти за 3-4 тысячи бат, умножая на 2, это на рубля, в месяц. Вот. Ведь коммунальные услуги, это примерно 1000 бат в месяц. Вот. И... Ну, если с кондиционером, то 5-6 тысяч бат. Примерно так. Вот. Если хотите, допустим, более, там, район хороший, там, или жилье, вот как здесь, с бассейном, с тренажерным залом, с парковкой хорошей, ну, будет подороже, стоит там, тысяч, там, 7-10 бат. Ну, в общем-то, в принципе, найти можно жилье. И недорого. Я вот, например, даже иногда просто устаю жить в квартире и не сплю, не в палатке, не в спальнике, а вообще на пляже. Потому что, слава богу, Таиланд таким располагает, погода хорошая. Надо... Ночами даже бывает и замки спать в квартире, а на свежий воздух, на пляже очень-очень-очень удобно. Так что, вот такие цены на жилье в Таиланде. В Бангкоке, в принципе, то же самое. Такие же цены. Вот, несмотря на то, что Бангкок, кажется, большой, мегаполис, да, очень большой город, но цены там, в принципе, даже не дешевле можно найти. Вот. Ну, что касается пожилей. Да, еще, кстати, по жилью всегда берутся залог, когда снимаешь комнату или квартиру. Залог в такой же стоимости месячной оплаты. Вот. Так что... Так вот. Что еще вам могу рассказать? Ну, могу поделиться новостью, я сейчас вот голодаю, и у меня каждый день очень сильно меняется в лучшую сторону, так как я сейчас чувствую, как моя энергетика растет, мое тело очищается, мои каналы, энергетика возрастает, я чувствую, как чакра очищается, и просто это неописуемое ощущение. Ну, я думаю, об этом я вам подробно расскажу в видео, потому что я могу об этом долго говорить. В операции, могу сказать, это реальный выход из матрицы. Вот. Ну, возможно, когда я начинаю говорить об этом, меня считают за дурака, они все верят, но такая система, это просто так специально придумано. Вот. Вы... То есть я общаюсь... Вы даже сами не подозреваете, что вы сами зомбированы на это. И иногда, если я хочу сказать, что реально человек может жить без еды, вот, и вы не верите, но это даже не ваши мысли, это специально вам посылают те мысли. Есть очень много темных существ, всякие лярвы, грегоры, маятники. Вот. Я вот сейчас вот на голодании, уже сколько я не елю, не ем, ну, как сказать, я не то что прям вообще ничего не ем, я как бы свой организм вообще не насилую. Вот. Если, то есть, как бы, я... Ну, как бы, меня вообще прижмет там вообще будут адские боли, там, я, конечно, что-то там выпью, там, молоко, там, соевое, там, или сок, ну, что-нибудь такое, или фрукты съем. То есть я себя не насилую, не заставляю. Вот. Ну, я могу сказать, что все равно, чтобы сделать шаг к чему-то, как говорится, новому, как говорится, прогрессу своего тела, ума и души своей нужна сила воли. Вот. Ну, я вам рекомендую, как говорится, слушать Вадима Зеланга, потому что вот он вообще... Респект, Вадим Зелан, тебе. Ты вообще молодец. Я сейчас вот очень, действительно, с каждым днем слушаю тебя, читаю и осознаю все глубже и глубже те мысли, которые ты говоришь. Вот. И действительно, потому что мое сознание расширяется на голодании, и укрепляется воля. Вот. И я все воспринимаю еще глубже и с ней. И видишь, может быть, я скоро тоже думаю что-нибудь типа такого в стиле Вадима Зеланда рассказать вам. Потому что вся эта информация уже давно известна. Она содержится, как говорится, у Бога, в космосе, там, или в хрониках Акаши, как хотите воспринимайте. Вот. И когда ты очищаешься, ты подключаешься к этому всему, и у тебя просто идет шквал этой информации, и ты говоришь, говоришь, даже сам удивляешься, да. Как будто тобой говорят, я не знаю, высшие сущности, или это ангел-хранитель, или это твои учителя. Просто я чувствую, да, это, но пока не могу видеть. Но сейчас я вижу такие сны, очень совершенно другие, четкие, и я как волшебник во сна. Я вижу свою энергию, я начинаю чистить людей своей энергией, даже присутствием. Вот. Ну, ладно. Что-то я, короче, немножко, да, отклонился. Я думаю, об этом я лучше расскажу вам в следующем видео. Вот. Так что, вот так вот, приезжайте жить в Таиланд. Вот. Кстати, могу вам открыть еще маленький секрет. Вот, живя в Паттайе, я нашел способ, как можно жить совсем по минимуму. То есть, не тратить денег ни на жилье. В принципе, если вы, тем более, есть не будете, то на еду не надо тратить. Хотя здесь жарко, здесь много все равно, как говорится, ты будешь. Вот. То есть, можно жить, трачить деньги только на визу, ну, там, на какое-то развлечение, если вы хотите. То есть, я знаю даже, где можно жить бесплатно, знаю места. Знаю, можно куда ходить в кино бесплатно, кушать бесплатно. Вот. Ну, я вот думаю, может быть, если кому интересно, потому что я знаю, что, допустим, есть ребята, которые хотят, может быть, и хотят переехать, жить в Таиланде, но у них нет денег на это. Я могу вам сказать, я сюда переехал, в принципе, у меня было с собой тоже немного денег. Я купил билеты в одну сторону, взял с собой немножко денег. Это даже я ни разу не был в Таиланде, ни разу. Но я посмотрел видео, я понял, что это страна, как я живу. И, в принципе, все собрался и переехал. Вот. Ну, так вот. В общем, я вас благодарю, что вы были со мной на моем канале, дослушали это видео до конца. Если вам понравилась эта информация, ставьте мне, пожалуйста, лайки. Не забывайте подписываться на канал. Рассказывайте своим друзьям обо мне, о моих мыслях. Пишите в комментариях. Будем друзьями. Потому что те, кто начинает просыпаться или уже проснулись, или как говорится, вышли из матрицы, я думаю, им это тоже интересно. И мне интересно тоже что-то новое узнать. Так как я тоже постоянно, как говорится, с каждым днем все больше и больше эволюционирую. И слушаю информацию об этом, обо всем. Вот. Так что нам надо объединяться, нам надо помогать друг другу. Потому что на самом деле мы все единое целое. Вот. Как говорится, высшее существо Бог просто отделил кусочек от Своего тела и создал нас, наши мы как души. Вот. И мы на самом деле одно целое. Куда пришли, набраться опыта, чтобы только в этом мире мы можем эволюционировать. Вот. И вот так вот тоже быть богами. Вот. Ну, все. Тогда с вами был Антон. Как говорится, на канале Антон Приланс. Всем привет. Всего вам хорошего. Все. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.